Всем привет! Ну что ж, продолжим примерно с того же места. Да, что значит примерно с того же места, где и закончили. С нами был какой-то... Пипец. Из-за взрыва все поломалось. Если время представить как яйцо, тогда это яйцо разбилось нахрен. Временное яйцо кокнулось. Что? Причем тут вообще яйцо? Ну аналогии у него других нету. Что поделаешь? Во времени образовался разлом. Он все расширяется. Впереди конец времени и дверь. Чего? Дверь заперта. Мой пропуск аннулировали. Не помогло. Отойди. Я открою. Ну так отойди, может быть? Нет? А. Уилл, пряжся. Еще идут. Они идут. Сюда. Я предупреждал Пола обо всем, о расчетах. Я пытался заставить тебя меня выслушать. Сунув пушку мне под нос? Да, пушку. Это общепринятый жест. Означает, заткнись и слушай. Как всегда безупречная логика. Ты... Нет, а что? Не знаю. Тут чисто. А он точно не пошел обратно в лабораторию? Он мог вернуться и подняться на служебном лифте. Чушь какая-то. Как ты вообще тут оказался? Ну ты нашел, о чем баловаться. Меня позвал Пол разгребать за тобой дерьмо. За мной? Да ты хр... Сейчас. Ни хрена не видно. Придется ползти туда. Блин. Романда на летчика бежит сайт. Вышла служебного лифта. Да ее слышат. Вперед. Кто же это? Может, это Пол? Ты вообще не в курсе, Джек. Тебя тут не было. За шесть лет произошло очень много. Это гораздо важнее нас обоих. Хрена себе они личные. Нас убить хотят, Уилл. Слушай, я меньше всего хотел впутывать в это дело тебя. Я... прости. Ага. Ну что встали-то? Так, бежать он, в принципе, не хочет, да? Так, а здесь у нас что? Не будет усиливаться. Нужно устранить его, пока не поздно. Как? Вот для них и добраться до моей машины. Какой-то файл. Или комп. Или что-то. Так, опять письма. Атрия Энц. Кому Джеймсу Несс? Кто такой Джеймс Несс? Кто такой Ариан? Энц. Джеймс, Пол Сарин меня за три часа заставлял пошагово описывать процедуру запуска машины, не зная, что творится с проектом Променад. Он что, хочет нас заменить? И что насчет доктора Джойса? Ну, его мнение, что мы не сможем стабилизировать хронополе. Вдруг он прав насчет ошибки в расчетах? Он, конечно, выглядит чуть двинутым, но ведь мы по его расчетам работаем. Я не представляю себе осложнений в случае ошибки, но Джойс, похоже, думает, что дело серьезное. Еще я пытался сегодня найти сводку по данным, но оказалось, что доступ ко всем файлам закрыт каким-то Мартином, хэтчем из Monarch Solutions. Это тот самый чувак, которого мы встретим на улице в костюме. Афроамериканец. Они, конечно, неслабо вложились в проект, но они теперь что вообще все у нас заправляют? Я в растерянности. Короче, служба безопасности, походу, подминает под себя все доступы. Так, я что-то вахнуто, видно. Ничего, все стоят, спокойно разговаривают. Целая чертова армия, а мы на мушке. Те армия-то? Вертолет ждет кого-то, что ли? Да? Знакомая физиономия. Один из них, может, даже самый главный. А, это этот самый. Я не лучше не каладишь. Которого мы встретили на входе в комплекс. Который оказался главой охраны, походу. Как стрелять? Нас прижали. Да, я заметил. Да е-мое. Так, патроны тут бесконечные, я смотрю, для пистолетов. Само наведение очень сильное сейчас у меня стоит. Моментально наводится, если закрютив лазишь. Думаю, да. Но, Джек, это же... Да. Это ни в какие ворота. Мне случалось и пострелять, и побегать. Разное бывало. Но против целой банды выходить, это впервые. Так, троих мы завалили. Пошли отсюда. Пол был уверен, что эксперимент удастся. Что все вычисления верны. И еще бы понабрал себе кретинов в помощники. В их формулах не хватало этих переменных. Нашел время исправления делать. И если бы их сделали вовремя, мы бы тут не оказались. Вы только что воспользовались квантовой волной. Последствия своих действий вы можете увидеть в следующем эпизоде сериала. Мы что, будем переигрывать раз за разом одни и те же события, меняя на ход действия? Очень может быть, кстати, потому что я читал, что в этой игре есть система выбора и принятия решений. И от них, как бы, игра меняется. То есть, ну, рассчитано на более чем на одно прохождение. С выбором. Ну, я не знаю, как мы будем играть. За кого мы будем играть? Какую роль мы будем отыгрывать? Мы играем первый раз, поэтому как... Как сердце подскажешь, называется. Как на душу ляжет. Так, это что? О, пистолет, пулемет. Тут уже патрончики. Так. Давайте с пистолетом пока бегаем. Единственное, что я не понял, как тут прятаться за укрытие. Что-то похоже на армию в ту, где он... Фигово. Прятался сам. Фигово. Там есть лифт довести. Погони. Он опускается. Прячься. Сколько можно? А как прятаться? Ну же, ну же, ну же. Ты сможешь. Ты сможешь. Вот как прятаться? На них форма Monarch Solutions. Monarch? Какого дебаа они у нас стреляют? Я почем знаю? Эй! В кои-то веке виноват не я. Эдшот. 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 Эй! Убежай, второй жой! Эдшот. Так понимаю, такая заставочка показывает, что последний враг был убит, да? Или что это? Время снова взбрыкнуло. Неудивительно. Надо идти. Моналётчику задержали Джека, убили его Джойсов. Ты слышал? Они знают, кто мы. Они знали, что мы будем здесь. Должна быть, им нужна машина. Лифт. Другого пути нет. Блин, я не знаю. В общем-то, их методы работы не подпадают. Под определение. Задержали. Они в нас стрелять стали, как только они нас увидели. Это очень странный метод для задержания, я бы сказал. Так, это что такое? О! Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй! Ой-ёй-ёй! Мамочка. Нам наверх. Заходи! Так, это каким-то чувакам. Вот какой-то Эми Феррер. Это, по-моему, та самая девчонка, которую мы встретили в первой... В первой, в первой, в первой серии. Давайте быстренько просмотрим, что это. По-моему, это просто какая-то брошюра о подготовке к пикету. Она пишет. Вот пару вещей, которые надо утрясти до пикета. Осталось всего пару дней, а у нас ещё конь не валялся. Так что подготовка придётся резко ускориться. Если никто не против, координировать буду я. Если мы не соберёмся и станем носиться к безголовым цеплят, а то провалим всё дело. Если кто-то ещё хочет быть координатором, дайте знать. Так, подготовка к пикету. Так, плакаты, знаки. У Риты и Томи есть материалы, но дальше дело пока не пошло. Раз материал у вас, то и плакаты за вами. Пусть будут большие и яркие, только без ругательств, чтобы можно было по ТВ показать. Но давайте делать побольше. Будем раздавать. Плакатов много не бывает. Первая помощь. Если понадобится какая-нибудь медпомощь, но в тот случай, если что-то пойдёт не так. Эй, ты у нас будущий врач. Доверяют тебе. Найди себе пару помощников. Да, и знать, если все откажутся, я их пристыжу. По-моему, всё необходимое у нас осталось ещё с прошлого раза. Но если вдруг что-нибудь понадобится, есть ещё примерно 300 долларов. И давайте позаботимся, чтобы нам хватило бутылок с водой на раздачу. С прошлый раз. А не профессиональные пикетировщики или кто они? Пресс-релиз. Этим я займусь сама. Завтра разошлю черновик, и мы его обсудим. Джордан, я знаю, у тебя есть связи в прессе. Если найдётся время замолвить пару слов, добавить перчинку, чтобы привлечь побольше внимания, было бы здорово. Пока что до нас никому дела нет. Я знаю, что всё изменится, когда дойдёт до дела, но мне бы хотелось, чтобы мы попали в редакционные планы. Плакаты. С этим мы почти управились. Были уже плакаты, нет? А, это плакаты. Знаки, это просто плакаты. С этим мы почти управились. На улице и соцсетях их уже полно. Баннеры, наверное, имелось в виду. Правда, ещё нужно расклеить их за пределами университета. Сегодня я еду в порт Донелли. Так что этот район может стать окучен. Если кто хочет проехать по риверпорту, расклеить ещё, дайте знать. Кстати, очень хороший перевод, на самом деле. Я вот смотрю. Блин, ребята, мало того, что осмысленно подходили к переводу диалогов, так ещё и тексты тоже вполне себе осмысленно переведены русскими людьми. Это очень приятно. Университет. В деканате не должны поднять шума, если будет слишком часто, он спать им на ноги. Придётся воевать на два фронта. Но есть хорошие новости. Кажется, тут у нас всё должно быть под контролем. Тельма с самого начала ведёт с ним переговоры. Она всё утрясла. Если кто из универа начнёт пустить воду, не спорьте, не накаляйте обстановку. Позвоните Тельме, она всё утрясёт. Транспорт. Все листовки, плакаты, система связи и всё остальное у меня дома. Но машину я ещё не починил, так что кому-то удалось, придётся утром седьмого за мной заехать. Предлагаю Гэри, потому что, а, у него есть просторный внедорожник, а бы Гэри здоров, как бы, как коробки с листовками, колонки тяжёлые. Ещё мне нравится наблюдать за тем, как работают мужчины. Потому что я замодрел, а там будущее, и я его часть. О, какая. Было бы здорово, если кто-то закачал критии, и Томми забрал плакаты. Эйп, я знаю, что ты будешь занят, но, может быть, Гейл сможет. Я знаю, что она не хочет участвовать в пикете, но так как ей нужно будет только везти машину. Блин, ребята. Ваша бы энергия, да на благое дело. Так, пикет. Мы все знаем, как будет проходить пикет, так что об этом я особенно не волнуюсь. Мы будем произносить речь, скандировать, всё такое, как обычно. Джордан будет за конференсье. Её задача – представить выступающих и работать с толпой. Тельма организует саму программу, так что, если же кто-то хочет выступить, обращайтесь к ней, без её ведома никаких выступлений. Обращайтесь к Тейме, а не к Джордан. И вот ещё очень важно. Всё должно пройти мирно. Мы ни в коем случае не должны давать монарху повод к действию. Всё дело общественного мнения. Они могут сделать библиотекой всё, что захотят. И если университет не вмешается, они её снесут. Мы всё это знаем. Я надеюсь, что мы сможем помешать. Но даже если нет, мы должны дать людям понять, что монарх творится риверпортом. Для этого мы должны быть похожи на разумных людей, а они – на ублюдочных деляк, которыми они и являются. Камилла, у тебя уже есть опыт, так что присмотри, пожалуйста, за порядком. Будет непросто, потому что кампус охраняется дочерним предприятием монарха. Если что случится, сомневаюсь, что они будут просто стараться выполнять свой долг. Что ещё хуже, люди напьются. Я знаю, что все божатся, что не будут, но это неизбежно. Мы можем только попытаться уйти оттуда пьяных. Ребята, пожалуйста, все организаторы должны быть трезвы, как стёклышко. Иначе будет бардак. Это тоже за тобой, Камилла. Я знаю, что у тебя своя команда. Надеюсь, что ты справишься. Но если будет нужно, скажи, мы все бросим, придём на помощь. Все слушаться Камиллу. Ну, на сегодня всё. Дайте знать, если будут проблемы. У нас всё получится, если не тормозить Эми. Какой длинный, 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 длинный трактат. Что же ей ответил Лайенберг? Нет, Чарли Уинкотт ответил Лайенберг. Гляньте, что у меня есть. Я искал среди митингующих людей повлиятельнее, через кого можно повлиять на остальных. Тащие лотереи. У них, конечно, никакого официального сайта с именами и должностями нет. Но на листовке обнаружился адресок электронной почты одной девушки. Так что я заглянул в её ящик. Отличная, кстати, возможность положить с моей богатой таланты, используя провести время. А эти интереснейшие люди не так уж сильно меня наскучили. Похоже, заглавную у них вот это, Эмми Феррера. Настоящей субординации у них нет. Но, похоже, она координирует и всё решает она. Это уже по ходу переписка между сотрудниками монарха. Если за кого хвататься, чтобы раскрутить дело, то за неё. У неё есть семья. Вот тебе готовая точка давления. Погляди письмо, там есть ещё какие-то имена и данные. Пригодятся, чтобы приструнить всех этих... Весь этот курятник. Ладно, злодей. Злодействуй. Готовься. Ну, не знаю, чем там занимаются настоящие мачи перед началом тайной незаконной полувоенной операции. Качаются, занимаются арморестлингом, мажут друг другу рожей, камуфляжной краской. Или как? Рад бы поболтать, Чарли. То есть, Лаймберг должен был как-то предотвратить эти пикеты. А Чарли Уинкотт подкидывал информацию. Ну, ясненько. Не знаю, увидим ли мы их в дальнейшем. И сможем ли как-то отследить судьбу этих личностей. Или запомним ли мы их имена вообще. Но... Скоро узнаем. До твоей машины нам не добраться. Они будут нас там ждать. Придётся, Джек. Это важно. Чтобы исправить разлом, мне... Мне нужно... Нам нужно добраться до моей машины. Так, ещё раз и медленно. Время поломалось. Это я понял. Но мы можем его починить? Теоретически, да. Я на этот случай кое-что приготовил ещё давно. Вот только бы найти противовес. Противовес? Что за... Так... Что такое? Может, двери ещё открыты? Дай-ка проверю. Ну, проверь. А, ты так будешь проверять? Оу. Так. Уилл? О, чёрт. Опять застыл. Так, ну-ка, давайте. Поможем нашему брату. Мне почему-то удалось разморозить Уилла. Хотя время вокруг стояло. Зависание. Она была права. Насчёт разлома. Насчёт всего. Ну-ка, давай капушку отнимём. Офигенно. Мы можем стрелять? Нет, не можем. Сейчас не можем. Ладно. Так, а это что у неё тут? Ой, а чё это он стреляет из... Надо уходить. А! Он автоматом забирает у них патроны. Круто. Так, а здесь что? Ой, ещё письма. Так, в ходе этой операции я собираюсь взаимодействовать с группой мародёр. Мартин Хэтч уверяет, что... Так, это тот, кого это... От Лайнберг. Это того чувака, который должен был... Или это главный вообще у них? Кстати, знаете что? Тут, кстати, 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 вот в этом... Так, нет, дневники. Трофеи, по-моему. И вот здесь, да, можно смотреть все найденные нами ранее материалы. Я перейдусь сейчас сюда, чтобы как бы не испытывать игру на временные какие-то ограничения. Давайте почитаем, что там Лайнберг написал в какой-то группе мародёров. В ходе этой операции собираюсь взаимодействовать с группой мародёр. Мартин Хэтч уверяет, что вы уже знаете свои обязанности. Тем не менее, вызываю этот список, чтобы было... Чтобы вы точно понимали свою роль в группах, которым вы, возможно, будете помогать. Которым вы, возможно, будете помогать. И с операцией не пойдёт по плану. Ошибка недопустима. Группа разбойник. Установить и охранять периметр вокруг университета. Там, обеспечить быстрое прибытие и отход группы извлечения с ядром. Каким ядром? А, наверное, это название. Группа мародёр. Переместить всех гражданских лиц за пределы видимости. Операция извлечения под предлогом предлагаемой легенды. Аварийный план. Есть операция по плану. Задержать всех свидетелей операции извлечения. Группа налётчик. Проникнуть в лабораторию физфака. Блокировать все выходы по возможности. Сдержать Джека Уильяма Джойсов. При невозможности устранить. Вау, вау, вау. Помочь группе извлечения извлечь ядро из машины. То есть, ясно. Это вот эти ребята, которые налетели сюда. Так. Группа извлечения. Извлечь ядро из машины. Время не опустить ядро на колёсную платформу. Доставить к грузовику. Аварийный план. Если операция по плану, вывести ядро вертолётом. Перепирать ядро на базу эпицентра. Ожидать указаний по доставке в башню монарха. Группа ударник. А оставаться в подземном гараже в качестве крайней запасной меры подавления. Подземный гараж. Мы идём к машине. Я так понимаю, что мы сейчас нарвёмся вот на последнюю группу. Неизвестно, сколько это продлится. Двинули? Подожди, подожди. Куда двинули? Тут же столько всего интересного. Как же забрать у всех оружие? Так, я только что сказал, что я не хочу испытывать игру на временные эти самые рамки. И тут же продолжаю это делать. Ну ладно, так интересно даже отчасти. Блин, нафиг я себе, сколько у нас в карман влазит. Групота. Так, а там что-то есть? Нет. За кого они там вяжут? Судентов? Походу, да. А, вот это красота имя. Я встретил эту девушку. Давай поможем ей. Что ты делаешь? Я её освобожу. Не хочет. Почему с тобой получилось, а с другими нет? Без понятия. Может, дело в хроновоздействии? Посмотри на них. Вторжение, да и только. Что мне делают? Зачем? Ну мы пытались ей помочь, честно. И забирают всех. Всех, кто видел, что в него творят. Забавно, конечно. Ну ладно. Так. Попадём на стоянку через лекционный зал. Ты сказал, что готовился к этому. Ты знал, что так и будет. Откуда? Так, мы пройти не можем сквозь них, да? Или можем? Мне просто интересно, что там в самом начале. Ага, хрен. Опять невидимые стены. Как я их обожаю в играх. За дверь. Иди первым. На всякий случай. Серьёзно? Зависание закончилось. Пока что. Нет, нет, нет. Моя машина. Они патрулируют стоянку. Господи, это же просто... Ладно. Ладно, Уилл. Успокойся, ладно? Не знаю, прорвусь как-нибудь. Возьму машину и подгоню её. Уверен, что справишься? Нет. Ты уверен, что можешь исправить время? Нет. Тогда мы квиты. Алан Уэйк. Мой любимый писатель. То есть, Алан Уэйк здесь это реальный персонаж, да? Ну, вполне логично. Не удивлюсь, если мы ещё и про Макс Пейн о каком-нибудь упоминании найдём в какой-нибудь газете или ещё, типа... Всё-таки это игра от Remedy. Вполне логично было у своих персонажей. Впихать в одни миры. Вот. Держи ключи. Держи ключи. Подожди ты со своими ключами. Здесь столько всего интересного. И никуда пройти не даёт. Ну, ладно. Джек, ключи не забудь. Ключи не забудь, то не забудь, всё не забудь. Эй, Джек. Будь осторожен. Да. Хорошо, я буду. Хронозрение. Чтобы включить хронозрение, найти врагов, опасные объекты, предметы, нажмите Y. Хронозрение прекращает работать и начнёте движение. Какого чёрта? Мои способности усиливались. Я начал ощущать какие-то отголоски будущего. И прошлого. У меня приказ от директора. Они хотят, чтобы мы нашли машину, принадлежащую Уильяму Джойсу. Какой у неё номер? Сейчас скажут. Небось, Бор там какой-нибудь или Атом. Бор или Атом, да, чувак. Ты совершенно прав. Так. А мне надо их просто убивать или можно какие-то, не знаю, стелс элементы делать. А знаете что? А давайте на этом эту серию закончим. И уже потасовочку устроим в следующей серии. Спасибо за просмотр на сегодня. Всё. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok